Анисва, сегодня на сайте СГБ появилось очень странное информационное сообщение, которое вроде как пытается опровергнуть твою информацию о кадровых изменениях в службе государственной безопасности. Честно признаюсь, меня это сообщение немало удивило, потому что я знаю, что ты, скажем так, пережила два допроса в СГБ и у службы государственной безопасности, если действительно они хотели опровергнуть эту информацию, была возможность сделать официальное опровержение на твоем сайте. Поэтому у меня возникает вопрос, что это было вообще сегодня, что за странное информационное сообщение, как ты его оцениваешь? Странно, это, конечно, мягко говоря. Честно, от служб государственной безопасности мне хотелось бы хотя бы большего профессионализма, как минимум что-то написать приличное или соответствующее действительности. Действительно, два похода было в СГБ, оба были под видом беседы. Вот на них они опровергали какую-то информацию во время этих бесед или допросов? Не знаю, как угодно. Очень интересная такая история была. Два сотрудника СГБ меня допрашивали, как выяснилось, допрашивали. Это были люди, один из которых видел меня впервые в жизни, другой видел дважды в жизни. И они очень интересовались одним абзацом только из всего моего материала. Значит, это касающаяся сотрудника, заместителя начальника пограничного поста ПСОУ Агрба и назначенного на его место Гулия. И фразу они употребили такую, значит, нам интересен вот только этот абзац. На что я рассмеялась, действительно сказала, а с остальным все в порядке, как бы там вопросов нет. Мне на это сказали, что там не совсем верная информация. Я на этом заострила внимание, я говорю, не совсем верная или все-таки совсем неверная. На что они сказали, что да, она совсем неверная, но тем не менее вот только этот абзац нас интересует. То есть не было этого увольнения, не было этого назначения. В чем неверность информации, тебе разъяснили. Никто не объяснил. Почему они не захотели дать опровержение по конкретному? То есть формулировка, которую они сегодня использовали, она не говорит ни о чем. Предоставлена недостоверно информация, что в ней было недостоверно. Ты поняла в результате беседы, хотя блатно не дали они опровержения. В результате беседы ты поняла, что там было недостоверно. Насколько я знаю, ты даже обращалась в пресс-службу. Я обращалась в пресс-службу, первое, второе. Я там, когда речь зашла об опровержении, я сказала, что я с удовольствием давайте текст, я с удовольствием его опубликую. И, конечно, конкретизировала, что этот текст должен содержать хоть что-то, а не просто там нам не нравится или вот этот абзац или тот. Мне однозначно было сказано, что никакого опровержения СГБ давать не будет. Мы все-таки решили, что нам не нужно это опровергать. Вот такая формулировка была. И когда спустя почти три часа я вышла из СГБ, я все-таки поняла, что от меня требовалось. Это, в принципе, я поняла и там, но потом, когда все-таки эмоции, скажем так, чуть улеглись, самое главное для них было следующее. Кто источник информации? Кто мне это рассказал? То есть информация достоверная, их интересовал только источник? Только кто. Все вопросы именно вокруг этого были. И, Зида, вот тут я хочу очень важный момент уточнить, что во время моего допроса за вот эти почти три часа, ну, происходили вещи, которые, на мой взгляд, вообще дают понять, когда я сейчас их опишу, кто, что и для чего. Вот один из сотрудников сидел за компьютером и вот печатал там, значит, то, что я рассказывала. Другой сотрудник периодически с телефоном выходил в коридор. К сожалению, для него дверь была не закрыта. И некоторые его диалоги с заместителем председателя СГБ залом Хварцкий я слышала. Я не слышала, что говорил именно зал Хварцкий, но что ему отвечал сотрудник, я слышала. Далее этот сотрудник возвращался обратно, клал телефон перед тем, который сидел с сотрудником за компьютером. Который задавал тебе вопросы. Да, да, да. И, значит, клал перед ним телефон, и вот так вот, значит, они листали. И там даже был момент, когда сотрудник, который помоложе, кстати, ни один не представился. Все, что мне удалось узнать, что одного сотрудника зовут Астамур, а другого Саид. Я даже не знаю, с каких отделов они, ни фамилии, ни званий, соответственно. Сотрудник, который мне задавал вопросы, он очень долго изучал написанное в телефоне, и появлялись новые вопросы. Ну, так вот, помимо того, что им нужен был очень источник информации, в этот первый день ничего особенного, собственно, больше не происходило. Кроме того, что я предупредила, уходя, что более на просто поговорить или беседу я не приду. Надо все-таки в рамках закона действовать, повестка, и тогда я принимаю решение. Но на следующий день мне опять поступил звонок, значит, и меня попросили прийти поговорить по душам, по-человечески. В здании СГБ, да, в здании СГБ, к заместителю председателя СГБ Борису Лаквитава. Честно скажу, что это был мой первый контакт, непосредственно вот такой прямой с этим человеком. Что в первый день, что, в принципе, и во второй день хамства не было. Все было крайне корректно. Единственное, что в первый день мне предлагали работу в СГБ, значит, говорили такие вещи, как с ними лучше дружить и так далее. И все это вот в перемешку с такими вещами. А в какое время вы опубликовали информацию? Вот это прям очень важный, видимо, был вопрос. А потом попросили, дайте телефон, мы посмотрим. Ну вот, ну как-то так. Второй день Борис Лаквитава. Очень болезненная для меня встреча, потому что очень много говорили о моей маме, очень много говорили о моей семье. И там источников не спрашивали. Больше спрашивали о моих друзьях и хороших знакомых, работающих в СГБ. Ну, такие вопросы, как мы знаем, что вы созваниваетесь, что они там переживают за ваше здоровье и так далее. Ну и самое такое, смак, это когда мне заместитель председателя СГБ сказал, что почему вы не обратились ко мне, когда вам нужен был пропуск. Меня так это искренне удивило. А давайте мы вам пропуск дадим. Вот так. С первой частью информации, понятно, на мой взгляд, это потрясающая просто некомпетентность сотрудников службы государственной безопасности. Я имею в виду вот это информационное сообщение, в котором нет опровержения, на мой взгляд. Ну, понятно, что всех привлекла вторая часть этого информационного сообщения. И я почти уверена, что именно из-за второй части это сообщение и делалось. То есть тебя пытаются во второй части обвинить в том, что ты пыталась выехать в Грузию, и что тебе дали мотивированный отказ. Вот меня интересует, когда ты подавала запрос в СГБ о выезде в Грузию, с какой целью, и когда ты получила мотивированный отказ. Вот давай вот с этим разберемся. Ну, самое главное, меня искренне удивила служба государственной безопасности, моя родная служба государственной безопасности, которая, не говоря о масштабах страны, в своем собственном ведомстве не смогла уточнить информацию. Я никогда не обращалась за пропуском, я имею в виду в этом году, это абсолютная правда, не подавала никаких документов. Единственное, что у меня есть старшие братья, у меня есть очень близкие друзья, которые, зная, что есть проблема медицинского характера, действительно пытались это каким-то образом отрегулировать сами. И что вот тут немаловажно, за время, пока пытались отрегулировать этот вопрос, это почти два месяца, значит, мне не раз и даже не пять поступали предложения перейти вброд. Вот. Очень высокопоставленные люди в Республике Абхазия мне предлагали помощь, что за руку переведут, лично гарантируют, что никаких последствий не будет. И да, Изида, я отказалась. И в первом, и во втором, и в 25-м случае. Потому что абсолютно точно осознаю, что неважно, кто меня за ручку переведет, и будут ли последствия или нет, я нарушаю закон Республики Абхазия. Но теперь, что касается заболевания, очень коротко. Есть два типа людей, одни из которых на каждом углу вопят о том, что они заболели, и о том, что им нужна помощь. Я, наверное, все-таки отношусь ко второй категории людей. Значит, ничем тяжелым и смертельным я не болею. Ну, по крайней мере, основного диагноза у меня еще нет. Если служба государственной безопасности или кто-то другой очень на это надеется, хочу прям их очень разочаровать. Помирать я не собираюсь. Работать я буду и дальше, и писать я буду и дальше. Но что очень важно. Впервые за 26 лет журналистики, ровно столько я этим занимаюсь, плохо, хорошо, вопрос другой. Моя родная спецслужба из меня попыталась сделать предателя. Я абсолютно четко об этом говорю. И хочу сказать, что ответственные люди за это сообщение, в котором указано, что я получила обоснованный отказ. Слушайте, если я не обращалась, как я могла отказ получить? Ну, это как минимум нелогично. Второе, я не знаю, о чем идет речь. Я хочу назвать их фамилии, имена. Это председатель СГБ Дмитрий Кучуберия. Это заместитель, первый заместитель председателя СГБ Залхвардские. Солгали. Это откровенная ложь. И самое болезненное для меня, и пусть это все знают, не мой медицинский диагноз или не моя болячка, а то, что несмотря на то, из какой я семьи, несмотря на то, кто я, эти два молодых человека, которые прикрываются все время своими отцами-героями, попытались из меня сделать предателя. Вот эта история очень хорошая, на мой взгляд, и не только на мой взгляд. С чем это связано? Чьи заказы они выполняли, скажем так? Одного человека. Я открыто это заявляю. Они выполняют заказы слонобжания. Почему я в этом так уверена? Потому что на несколько попыток моих близких людей попытаться получить пропуск для проезда в Грузию, предыдущий председатель СГБ Тимур Ахиба сослался на то, что есть указание президента меня не выпускать из страны. Именно поэтому я считаю, что это указание слонобжания. И самое важное, все это острие и самый пик вот этих всех, скажем так, совершенно смешных, но очень подлых действий СГБ начались именно после того, как я опубликовала большой материал по Москва-резорт, который не существует. И активная фаза перешлась как раз на момент, когда я отсняла полный материал по форелевому хозяйству. Это еще один проект, которого не существует, который анонсировала наша власть. Я понимаю, для чего это делается. Но методы же разные бывают. Два дня водили-водили в СГБ, пытались-пытались, ничего не получилось. Вот тут я бы хотела кусочек небольшой добавить, что когда я работала в нужной газете, ты меня очень часто в командировку отправляла в Галский район. Мне очень нравилась, кстати, вся эта история. И все эти годы, кстати, когда я туда ездила, и после, я точно знала, что СГБ, как это сказать, она за моей спиной. То есть она меня всегда будет защищать, как гражданку Республики Абхазия, как человека, который, наверное, занимается каким-то интересным и полезным для страны делом. После того, как на Абхазском телевидении появилось интервью за Алла Хварцкая, первого заместителя, касающегося очень уважаемых людей в Абхазии, которых фактически обвиняли, в том числе и в предательстве, в каких-то сумасшедших миллионах и так далее, вот тогда я для себя поняла, что отныне СГБ не за нашими спинами. СГБ перед нами, и нам внешние враги не нужны. Потому что они все это работают, сделают за них. Но есть у меня абсолютная уверенность, что в СГБ есть очень крутой костяк порядочных и патриотичных людей, которые, я надеюсь, несмотря на все давление, которое оказывает Аслан Бжани и вся его компания в лице председателя и всех остальных на них, они смогут отстоять спецслужбы Абхазии. Потому что, если этого не случится, мне страшно даже представить, что может быть. И еще один вопрос, последний, наверное, все-таки. Совершенно очевидно, что тебя сегодня оклеветали. Да, оклеветала государственная структура, оклеветала служба государственной безопасности, превысила свои, ну, все мыслимые и немыслимые полномочия, превысила пределы всякого приличия. Они тебя оклеветали. Что ты будешь в этой ситуации делать? Ну, в суд бежать я не буду точно, потому что ни времени, ни финансовых ресурсов всем этим заниматься у меня нет. Абсолютно однозначно понимаю, что не просто оклеветали. Вообще это уголовно наказуемое деяние. И председатель службы государственной безопасности, либо его зам, ну, они точно так же подпадают под уголовный кодекс, как и любой гражданин республики Аказии. Прокуратура сейчас уже возбуждает уголовный кодекс. Да, я понимаю, что прокуратура не побежит, и более того, я думаю, счастливо потирают руки. Но суть не в этом. Сегодня я обратилась в пресс-службу, службу государственной безопасности, оставила там запрос. У них есть положенное законом время для того, чтобы предоставить мне копии документов, с которыми я к ним обращалась. Я к ним обращалась, да. Копии документов отказа обоснованного. К суду обращаться не буду, но работу свою я буду продолжать. Более того, я надеюсь, что у меня получится в ближайшие дни рассказать продолжение истории о переполохе в службе государственной безопасности. Конечно, буду работать. Ну, чего еще из ГБ от меня ждать? Спасибо и успехов!